В Тверской области на аэродроме Мигалова завершилась последняя фаза летно-тактических учений полка. Экипажи военно-транспортной авиации выполнили плановые учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76. О подробнее об учениях расскажет и покажет наша съемочная группа. Летно-тактические учения в Мигалово – это своеобразное подведение промежуточных итогов, оценка действий экипажей, наземных служб и соединений различных родов войск. Летчики отрабатывали взлеты-посадку, полет по маршруту и по приборам. Также экипажи отрабатывали взаимодействие с группами руководства полетами на аэродроме. Самолет совершает сейчас важные гравитационные маневры вверх-вниз и змейкой. Устоять на ногах очень сложно. Погодные условия были не очень благоприятны, но, как утверждали экипажи, для опытных пилотов это не помеха. По времени три часа мы выполнили полет на предельно малых высотах с преодолением ПВО противника, с применением СРЭС-РЭП. Полет, считаю, выполнен успешно. Результаты будут доведены в высшестоящем штабу. Для того, чтобы проверить мастерство пилотов, были поставлены задачи полета в боевых порядках с применением различной техники, активных и пассивных помех в системе радиоэлектронной борьбы. Также выполняли задачи по преодолению противовоздушной обороны дальнего радиолокационного обнаружения совместно с коллегами из ПВО, а конкретно зенитно-ракетных войск и подразделения радиотехнических войск. Мы получили очень хороший практический результат, который еще предстоит осмыслить, глубоко проанализировать нам и нашим коллегам с противоборствующей стороны, для того, чтобы подправить и технические возможности наших сил и средств, и тактические приемы обновить в этой работе. Для простого человека вся система ИН-76 кажется чем-то нереальной и суперсложной. На самом деле, вот это, к примеру, допустим, прибор бордового техника. Здесь у нас находится скорость, время, а также давление. Разбор полетов после летно-тактических учений еще будет проводиться больше месяца. Всему полку следует детально изучить данные для успешной и эффективной работы в будущем.